Мировой океан – наиболее малоизученное место нашей планеты. Ученые постоянно открывают новые виды живых существ, находят необычные предметы и исследуют невиданные доселе явления. Океан покрывает 71% поверхности планеты и содержит 97% воды Земли. Менее 1% от этого количества составляет пресная вода, а содержится в ледниках и ледяных шапках. Учитывая эти огромные статистические данные, можно с уверенностью сказать, что мы все еще мало знаем о том, что под нами. Подводный Стоунхенш Исполинское каменное сооружение исследователи обнаружили на дне озера Мичиган несколько лет назад. Никто до сих пор не знает, с какой целью и кто построил подводный Стоунхенш и есть ли у него связь с британским двойником. Известно только то, что на одном из его столбов сохранилось высеченное изображение животного, исчезнувшего с лица Земли более 10 тысяч лет назад. Таким образом, у ученых больше вопросов, чем ответов. Парк подводных скульптур На дне Карибского моря находится парк подводных скульптур. Эти скульптуры были спроектированы Джейсоном Тейлором, скульптуры стоят в натуральную величину. Там можно увидеть велосипедистов, писателей и кучу других интересных объектов. Для чего это было все сделано? Для того, чтобы спасти кораллы, которые могли найти новый дом после разрушительного урагана в 2004 году. Также, мясная экосистема страдает и от драйверов, которые негативно влияют на подводный мир. Подводная статуя Джейсона Вульхиза В северной Миннесоте кто-то создал самую страшную статую во всем подводном мире. Мастер не просто сделал статую, он изобразил его в натуральную величину и с маской на лице. Статуя расположена на дне озера. Я, конечно, не представляю, какое выражение лица у дайвера, который находит эту страшную скульптуру, многие люди боятся купаться из-за нее. Затонувший город Дварка Атлантида Индии, Дварка, является одним из наиболее изученных подводных мест в регионе и считается священным местом паломничества в индуистской религии. Санскритская литература даже провозглашает Дварку городом, основанным когда-то богом Кришной. Также считается, что ему 9.000 лет, что предшествует индийской цивилизации примерно на 4.000 лет. Подводная река Нет, тут что-то не так. Не бывает подводных рек, тем более под океаном. А вот и может подводное явление Сенот Анжелита на полуострове Юкатан в Мексике. В месте, где смешивается соленая и пресная вода, образовалась река из толстого слоя серого водорода. Если вы нырнете в эту реку, то вы умрете. Если вы близко подплываете к этой реке, то ваш разум затуманивается, поэтому возле этой реки необходимо быть очень аккуратным. Балтийская аномалия В 2011 году в Балтийском море на дне Ботнического залива был обнаружен странный предмет. Его длина – около 70 метров, находится он на стометровой морской глубине. По свидетельствам нашедших его водолазов, предмет имеет овальную форму и снабжен такими деталями, как балки и лестницы, так что явно имеет искусственное происхождение. Дальше ученые, пока не продвинулись в своих изысканиях, объект находится слишком глубоко, и подступиться к нему непросто. За прошедшие годы он стал известен как Балтийская аномалия. Статуя Иисуса На дне озера Мичиган лежит почти четырехметровое мраморное распятие. Она была создана в 1956 году в Италии по заказу американской семьи, где трагически погиб 15-летний сын. Но по пути из Италии в США статую повредили, и заказчики отказались ее забирать. В итоге, она была продана дайв-клубу и положена на дно озера Мичиган как памятник погибшим дайверам. 150 миллионов фунтов в серебре. Многие люди мечтают найти сокровища и разбогатеть, особенно в детстве, но гораздо чаще можно найти золото и серебро в океане в затонувших кораблях. В 2011 году американская компания по глубоководным исследованиям Одисси Марин обнаружила затонувший корабль ССГ «Эрсопа». Это было грузовое судно, торпедированное немецкой подводной лодкой у берегов Ирландии в 1941 году. Было найдено более 200 тонн серебра на сумму невероятных 150 миллионов фунтов стерлингов. 80% из них пошли в Одисси Марин, а 20% в британское казначейство. Железомарганцевые шарики на дне океана. Эти маленькие шаровидные образования, конкреции, интересное природное явление, которое никто не смог полностью объяснить, но они встречаются в каждом океане. Особенно обширный слой металлических шариков из марганца расположен на морском дне между Южной Америкой и Африкой. Локомотивы Призраки В 1985 году один из американских картографов столкнулся с необычной находкой. Исследуя дно океана у побережья Нью-Джерси, он обнаружил пару локомотивов. Причем такие гиганты Соединенные Штаты прекратили выпускать еще в середине XIX века. Но самое удивительное заключается в том, что номера найденных паровозов не значатся ни в одном архиве. Откуда они взялись и каким образом очутились под водой? Поклонники Вентези полагают, что локомотивы прибыли из другого измерения. Что касается ученых, то они пока не в силах найти рационального объяснения появлению поездов на дне океана. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории. Субтитры создавал DimaTorzok